54-й турнир ММА-серии прошел в Люберецком округе. В нем приняли участие спортсмены из восьми стран мира. Подробности в нашем следующем сюжете. На ринге Дворца спорта «Триумф» прошло 13 боев. Участие в них приняли 26 спортсменов из России, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Бразилии. Для нас очень знаковое событие, международный этап и соревнования. И, конечно же, для нас это честь, когда спортсмены, спортсмены такого уровня стремятся на территории. Большинство бойцов радовали зрителей досрочными победами. Одним из таких стал бой спортсменов из России и Молдавии. Поединок в среднем весе, продолжительность 2,5 минуты. Удушающий прием и победа за спортсменом из Краснодара. Боять Красного Болиста! Человека! Наша проделанная работа с ребятами, она, как сказать, окупилась. Мы Россию прошли 5 из 5 удушающих. Мир удушающий. Первый прощал на любой удушающий. Я знал, что я его здесь делаю тоже. Так что дай бог мы будем дальше радовать досрочными победами. ММА – это смешанные единоборства или бои без правил. Вид спорта, который с каждым годом набирает популярность как среди зрителей, так и спортсменов. У нас есть три, скажем так, хэппининга, то есть за что боятся спортсмены. Я не говорю о том, что они получают, понятно, некое вознаграждение, но самое главное, наверное, для них, для спортсменов, это, конечно же, пояса, это, конечно же, награды, конечно же, это титул и известность, и благодарность своих зрителей. Благодарность от зрителей бойцы турнира получили сполна. В зале присутствовали не только любители зрелищ, но и действующие, а также будущие спортсмены. Интересный турнир, интересные бойцы. Я выступаю. Смотрел только тяжелый вес, честно, потому что я сам тяжеловес, мне интересен тяжеловес. Замечательный бой, да, все понравилось. Ребенок у меня занимается тоже боем искусственным, пришли посмотреть в восторге. В округе это уже не первое соревнование международного уровня по боям без правил. На этот раз трансляция турнира велась на 41 страну мира. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.